Сегодня в программе После смерти и воскресения Иисуса, благодаря тому, что Он для нас сделал, мы блажены, потому что Господь уже не вменит нам греха. Сегодня с пастором Джозефом Принцем Знаете, страдания из-за панических атак и тревоги – это совсем не мелочи. Это не тот случай, когда мы можем сказать просто мысли позитивно. Смотри на плюсы ситуации. Такие люди принимают лекарства, а отказ от них порой даже ухудшает их состояние. Нам очень дороги все эти люди. Я не буду рассказывать, сколько людей, страдавших от мысли о суициде, страдавших от панических атак и тревоги, обрели свободу через Иисуса Христа. Просто они исцелились, и слава Богу за это. Аминь. Они просто услышали Евангелие благодати. Что мы подразумеваем под словом «Евангелие»? «Евангелие» – это древнее слово, которое означает «благая весть», «хорошая новость». Под выражением «хорошая новость» мы понимаем то, что Иисус умер на кресте за наши грехи. В основном люди об этом знают. Но что это означает для нашей жизни? Почему Он умер на кресте? Он не знал греха, не совершил греха, и в Нем не было греха. Однако Он умер на кресте, как наихудший грешник. Почему? Что это означает для той жизни, в которой я живу? Как это мне поможет бороться с моими зависимостями, с моими оковами? Как это поможет мне в борьбе с моими нечистыми привычками? Как это поможет мне в отношении с супругой и детьми? Как это сделает меня успешным в том деле, которым я занимаюсь? Все это имеет самое прямое отношение к нашему собственному эмоциональному здоровью, а также к нашей физической целостности и к покою в нашем разуме. Это имеет прямое отношение к нашей жизни в целом. Аминь. Знаете, все начинается с осознания. Когда вы знаете, что вам прощены все ваши грехи, это приносит в ваш дух такой покой, умиротворение и чувство благополучия, что они также влияют на здоровье вашего тела и вашей эмоциональной сферы. Слово «спасение» произошло от слова «созо», которое означает «спасение во всех сферах вашей жизни». Аминь. Десятая глава евреям. Вы готовы слушать? Слово «закон, имея тенью будущих благ»? Скажите «благ»? Закон имеет только тень, это не сущность. Аминь. Единственная разница, которую нужно понять в Ветхом Завете, мы видим тени, мы видим образы. Согрешивший еврей переносил ягненка и возлагал на него руки, передавая свой грех ягненку. Взамен к нему переходила праведность ягненка. Затем ягненка убивали от имени грешника, словно это была его смерть, его наказание. Тот, кто согрешил, теперь был невиновен в глазах Бога, а теперь в глазах Бога он был праведен. Он уходил с праведностью ягненка. Ягненок умер вместо него, принял наказание вместо него. Все это образы для еврейского народа на протяжении всей его истории в Ветхом Завете. Но такой порядок не устранял грех. Он покрывал его. Это называлось искупление. Каждый год на Йом-Кипур, день искупления, грехи еврейского народа просто покрывались. Ваша банковская карта — это не самооплата. Помните об этом. Не забывайте, что самооплата проходит позже. Ваша банковская карта лишь покрывает платеж, пока не произойдет фактическая оплата. Страдания тех ягнят, которых убивали на жертвеннике в Ветхом Завете, — это всего лишь образцы будущего истинного агнца. Когда на сцене появился Иисус, Иоанн Креститель указал на него народу и сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Когда Иисус умер на кресте, Он не просто покрыл наши грехи, Он забрал их. Наши грехи исчезли для взора трижды святого Бога. Аминь. Слава Богу. Прежде чем прочесть слово, мне нужно было подготовить почву, чтобы вы все поняли. В первом стихе говорится, «Закон имеет тень будущих блага, не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми». Очевидно, речь о Днеискуплении никогда не может делать совершенными приходящих с ними. Если прочесть предыдущую главу, вы увидите, что совершенство относится не к поведению, а к вашей совести. Совершенная совесть — это совесть, свободная от осознания греха. Когда вы знаете, что ваш долг оплачен, вы уже не боитесь своего кредитора. К примеру, вы обещали заплатить своему другу какую-то сумму денег. Вы искренне были на это готовы, но в назначенный день вы не можете Ему заплатить, и вот, вы завидели Его издалека в торговом центре. Вам совсем не хочется с Ним встречаться. Почему? Потому что в вашем сознании вы Ему должны. Вы стараетесь избегать встреч. Предположим, вы должны Ему тысячу долларов, и кто-то пришел и заплатил Ему эту тысячу долларов. А что сделал Иисус? Он не просто выплатил долг в тысячу долларов тому, кому вы задолжали, Он заплатил от вашего имени миллион. Иисус выплатил все сполна. Поскольку Иисус заплатил за все сверхмеры, теперь, когда мы приходим к Богу, на нашей совести уже нет осознания грехов. Да, в нашем поведении еще есть грех. Это так. В наших поступках все еще есть грех. Аминь. Мы еще во многом несовершенны, однако Бог хочет, чтобы у вас не было осознания грехов. Запишите себе где-нибудь то, что сказал великий муж Божий, живший в 1800-х годах. «Когда грех покинул вашу совесть, он свергнут с престола в вашем сердце». «Когда грех покинул вашу совесть, он свергнут с престола в вашем сердце». Разве не потрясающе? Аминь. Это тот ключ к подлинной святости, который многие пастыри хотят иметь для своей паства и своих церквей. Мы хотим видеть это в теле Христова. Правильная вера всегда ведет к правильной жизни. Всегда. Слава Богу. Что же у нас есть теперь? Не совершенное поведение, а совершенная честь. И вот что это значит. Одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными, приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Иметь осознание грехов значит не чтить Бога. Когда у вас есть сознание грехов, вы живете сознанием грехов. Предположим, кто-то заплатил один миллион за ваш долг в 10 тысяч долларов. Однако вы ходите, опасаясь встретиться со своим кредитором. Вы живете так, словно долг не оплаченный, тем самым не чтите того, кто выплатил долг. Нам жизненно важно понять, что сознание грехов — это не удел верующего. Даже проповеди тех, кто считает, что осознание грехов поможет вам избегать грехов, дают противоположный эффект. Чем больше у вас осознание грехов, тем больше вы будете грешить. Сегодня звучит такое Евангелие. Да, вы получили прощение грехов, но всегда с условием. Если вы достаточно каетесь, если достаточно молитесь, если вы достаточно искренне, если вы сторонник такого учения, то даже если вы какое-то время являетесь христианином, если вы пастор, лидер или кто-то еще, то я скажу вам, что в вашем сердце нет никакого мира. Когда вы ставите условия для прощения грехов, в вашем сердце не будет мира. Не нужно ограничивать труд Иисуса. В Него нужно верить. Когда мы верим, это производит эффект святости, очищает наши сердца, а поступки подтянутся сами собой. И вот что я хочу вам сказать. Библия говорит, что одно из наших величайших приобретений — это прощение грехов. Посланник Ефесянам 1, 7, в котором мы имеем... Скажите, мы имеем? Не пытаемся иметь или будем иметь. Мы уже имеем. Даже в греческом тексте об этом сказанном настоящем временем, мы имеем искупление кровью Его. И не только искупление. Искупление — это освобождение благодаря выкупу. Иисус освободил нас от наших грехов. Он освободил нас от осуждения, которое следует за нашими грехами. В Нем, во Христе, мы были избавлены от всякого наказания. Мы имеем искупление кровью Его. А что еще мы имеем? Мы имеем прощение грехов по богатству благодати Его. На основании этого стиха я хотел бы сказать вам Бог, прощая да ваши грехи по богатству Своей благодати, а не от богатства Своей благодати. Знаете, в чем разница между прощением по богатству и прощением от богатства? Допустим, я скажу, что дам вам немного денег от тех средств, что хранятся у меня в банке. Скажем, у меня на счету есть 10 тысяч долларов. Я скажу вам, что дам вам от моих средств и дам вам, допустим, 1 доллар. Я дал вам от моего богатства в банке. Кто понимает разницу? Но если я скажу, что дам вам столько, сколько хранится в банке, то мои 10 тысяч полностью становятся вашими. Вот что значит по богатству. Кстати, здесь сказано не просто по благодати Его, а по богатству благодати Его. Нет начала и нет конца у богатства Его благодати. Когда Он прощает нас, это значит, что нам прощаются все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Не будем бояться говорить об этом, потому что, судя по всему, Иисус не считал, что люди, узнав, что их прошлые, настоящие и будущие грехи прощены, станут безнравственными. Иисус так не считал. В Библии, в Евангелии от Луки, есть история о женщине с плохой репутацией. Вероятно, женщине легкого поведения, которая пришла в дом фарисея по имени Симон. Он пригласил Иисуса на обед. Иисус пришел к нему в дом. В те времена люди ели полулежа. Иисус расположился напротив Симона, который его пригласил. Это был дом Симона. Эта женщина тоже туда пришла. Я не знаю, как она узнала адрес. Итак, она пришла в дом Симона. Библия говорит, что она встала позади Иисуса и стала плакать у Его ног. Омывать Его ноги слезами. В греческом тексте это звучит очень красиво. Она омывала слезами, как грассой, как каплями дождя, ноги Иисуса, а вытирала их своими волосами. Затем она выливала на Его ноги дорогое масло, не переставая плакать. Господь посмотрел на Симона. Женщина находилась позади Иисуса, верно? Симон посмотрел прямо на нее. Фарисей Симон подумал про себя, если бы Господь знал, что это за женщина. А во-первых, я не знаю, как она узнала адрес. Симон знал, кто эта женщина. Господь мог сказать, по внешности не судят, но Господь и так знал ее, верно? Итак, Симон думал, если бы он знал и был святым человеком, пророком, то точно узнал бы, что это за женщина. Очевидно, что он знал. Как знал, не знаю. Как думаете, Иисус знал, что это была за женщина? Конечно, как знал и мысли Симона. Слово, он знает все наши мысли и все еще любит вас. Иисус посмотрел на Симона. Симон, я имею нечто сказать тебе. У одного взаимодавца было два должника. Симон и женщина. Иисус сказал о двоих. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Иисус говорил на языке Симона, языке, который также понимают и все сингапурцы. Он говорил на языке денег. Который из них более возлюбит его? Тот, кому простили 500 динариев, или тот, кому простили 50? Симон сразу все понял. Ему не потребовался дух развлечения, чтобы дать ответ. Он сказал, думаю, тот, которому более простил. Я пришел в дом твой. Здесь я буду следовать греческому тексту. Я пришел в дом твой, а ты не приветствовал меня должным образом. Ты не дал мне масла для особых гостей, чтобы я помазал ноги. Она помазала мои ноги особым маслом. Ты не приветствовал меня как следует. Ты даже не омыл мне ноги, когда я пришел. Это делали не только вип-персонам, но и всем гостям. А она, не переставая, омывала мне ноги с тех пор, как я пришел. Симон, знаешь, почему она так делала? Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Так что мнение, что люди, узнавши, что им много прощено, совсем сойдут с ума, неверно. На самом деле, это дарит вам спокойствие перед Богом. Вы знаете, что можете не волноваться. Когда вы приходите к Богу, вы всегда прощены. Вы не можете быть не прощены. Давид писал об этом в поколении, живущем после воскресения Иисуса Христа. Давид был пророком и видел будущее. Он видел очень многое. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Давид пишет блаженно, чьи беззакония прощены. Восьмой стих. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Давид видел будущее. Он видел поколение новых людей в церкви, Нью-Крейшен. Он видел людей Нового Завета по всему миру. Он видел людей в будущем, после того, как Иисус умер и воскрес. Некоторые авторы комментариев к Библии считают, что Давид писал о самом себе. Нет, он писал, блажен человек. Не блажен я или я блажен? Нет. Он немного завидовал. Он смотрел в будущее духом и видел людей, которым прощены грехи им. И это еще не все. Они блажены, потому что Господь не вменит им греха. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Слово «вменить» — это бухгалтерский термин. Он означает «записать на его счет». О каком человеке речь? О совершенном. Нет. Если человек не грешит, зачем Господу вменять ему грех? Речь о несовершенном человеке, таком же, как вы и я. И мы блажены. После смерти и воскресения Иисуса, благодаря тому, что Он сделал для нас, мы блажены, потому что Господь уже не вменит нам греха. Слово «не» в тексте оригинала звучит как двойное отрицание. Обычно в Писании звучит однократное отрицание «оу» или «ме». Когда «оу» и «ме» звучат вместе, это категорическое отрицание «ни за что». Блажен человек, которому Господь никогда, ни за что не вменит греха. Представьте себе такую жизнь, когда вы знаете, что Господь никогда не запишет грех на ваш счет. К примеру, к вам пришла плохая мысль, пока вы ехали по дороге. Вы сказали то, чего не должны были говорить, или подумали о том, о чем не должны были думать. Вы знаете, что вам прощены ваши грехи, и это дает вам надежду на будущее. Впереди не тьма, впереди яркий свет и слава. Впереди не болезни, но Божья целостность. Его покоя, Его здоровье, впереди не стыд, не осуждение, а слава, благоволение и изобилие благодати. Впереди ожидание добра в вашей жизни. Почему? Потому что ваши грехи прощены. Аминь. И в завершении, хотел бы рассказать вам свидетельство, после чего отпущу вас. Его написала нам сестра из Техаса, в Соединенных Штатах Америки. Она написала следующее. «Я выросла в Канаде, и всю свою взрослую жизнь искала любовь. После двух неудачных браков и реабилитации по причине зависимости от транквилизаторов и снотворного, я нашла Иисуса. Мне было 40 лет. Первые несколько лет своего хождения с Богом я жадно поглощала Писание. Моя жизнь стала меняться. Затем я встретила своего мужа. После четырех лет брака мы продали все, что у нас было, и переехали в Далаш, штат Техас. Научились в библейском колледже и планировали работать миссионерами. Но у Бога был другой план на нашу жизнь — исцелить наш брак. Мы не знали, как создать новый брак. Мы ездили на многие семейные конференции, молитвы, исцеления, служили в церквях и служениях, но так и не нашли свободу, которую искали. Однажды мне дали книгу пастора принца «Предназначенный царствовать». Узнав о Божьей благодати, я поняла, что это тот ответ, который мы искали. Так началось наше новое хождение с Богом, и мы не знали, насколько Бог собирается преобразить наш брак. В то время мой муж все еще боролся с зависимостью от порнографии. За 27 лет нашего брака он перепробовал и консультации, и различные программы. Однажды он провел за рулем больше суток, чтобы попасть на конференцию для мужчин с сексуальными зависимостями. Этот человек, она пишет о мужа, этот человек поистине перепробовал все, но ничего не помогало. Несколько лет, слушая проповеди пастора принца о людях, получивших свободу от сексуальных зависимостей, мой муж начал провозглашать «Во Христе я обрел Божью праведность». Однажды, сидя в машине и смотря порнографию... Мужчины! Однажды, сидя в машине и смотря порнографию, он начал провозглашать «Во Христе я обрел праведность». Сначала шепотом, затем все громче и громче, провозглашая свою праведность «Во Христе» в течение нескольких дней, он понял, что получил свободу. Позже он признался мне, что не смотрит порнографию уже три месяца. Я удивилась. Раньше он не мог продержаться и трех дней. На данный момент он не смотрит порно уже два года. Этот человек, который боролся с этой зависимостью 60 лет, не 16, а 60, он ходячее чудо, и я так им горжусь. Сегодня мы ощущаем еще более сильную любовь к нашему Спасителю и всему, что Он для нас сделал. Мы активно служим в Поместной Церкви. Также мы еще сильнее любим друг друга. Спасибо, пастор Принц, что позволяете Духу Святому служить через вас. Аллилуйя! Спасибо, Господи Иисус! Позвольте провозгласить, если вы рождены свыше, вы спасены. У Бога нет к вам непрощения. Вам прощены все ваши грехи. Аминь. Сознавайте это. Владейте этим. А в Нем мы имеем это. Имеем, значит, активно владеем. Знаете, что вы прощены, когда приходят плохие мысли. Когда дьявол говорит, как ты можешь дать чего-то хорошего. Будет плохо из-за твоей слабости, из-за этой привычки, или из-за того, что произошло в прошлом, он будет напоминать вам. Просто знайте. Владейте прощением. Скажите спасибо, Отец. Если потерпели неудачу, идите к Отцу и скажите, Отец, спасибо тебе. Ты простил меня. Бог любит вас. Возможно, вы тоже боретесь с зависимостями. Возможно, это какие-то лекарства. Возможно, у вас проблемы с алкоголем, или вы хотите избавиться от вредной привычки. Друзья, все начинается с правильной веры. Верьте в Господа Иисуса Христа. Верьте в то, что Его кровь, которую Он однажды пролил на кресте, это плата за ваше примирение с Господом. Друзья, если вы никогда не доверяли свою жизнь Христу, я хочу дать вам такую возможность прямо сейчас. Я поведу вас в молитве. Помолитесь сейчас вместе со мной от чистого сердца, Небесный Отец. Бог Отец. Как ты велик. Какой ты чудесный Бог. Бог богатый милостью и состраданием. Сейчас я обращаюсь к тебе, Господь. Спасибо, что сделал Своего Сына моим Спасителем. Христос умер за мои грехи на кресте и воскрес из мертвых уже без них. Сегодня Он жив и сидит справа от тебя. Я исповедую, что Иисус Христос мой Господь. Спасибо, Отец. Все мои грехи прощены. Я благословлен. Я живу в Твоем благоволении. Я ожидаю жизни с избытком во имя Иисуса. И весь народ сказал «Аминь». Слава Господу. Давайте встанем. Аминь. Давайте встанем, пожалуйста. Не принимайте защиту как должное. Поднимите сейчас, пожалуйста, свои руки там, где вы находитесь. Пусть на будущей неделе Господь благословит вас благословениями Авраама и благословениями из 28 главы Второзакония. Пусть Господь хранит вас и ваши семьи от всякого вреда, опасности, от всякой болезни, от эмоциональной травмы, от всех сил тьмы во имя Господа Иисуса Христа. Вы живете под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего во Христе. Поскольку вы в Нем, вы имеете прощение, греховое искупление от проклятия, от наказания, от вины. Пусть Господь презрит на вас. Смотрите, как Он улыбается вам. Разговаривая с Ним, увидьте улыбающегося, любящего Отца. Он всегда заботится о вас и всегда обеспечивает вас. Я не говорю, что у вас не будет испытаний, но в ходе испытания Он приготовит для вас трапезу. Вы пройдете это испытание, а не останетесь в нем. Вы выйдете из него. Знаете, что будет сопровождать вас? Благость и милость на протяжении всей недели. Во имя Иисуса и весь народ сказал аминь. Пусть Бог благословит вас. До новых встреч. Я верю, что вы были благословлены любовью и благодатью нашего Господа Иисуса Христа. Если это служение помогло вам пережить прорыв в своей жизни, мы хотели бы узнать об этом и порадоваться вместе с вами. Напишите нам и поделитесь своей историей. Мы рады, что вы продолжаете смотреть наши программы с проповедью Евангелия. Я молюсь, чтобы вы еще больше познали нашего великолепного спасителя и помнили, что Он для вас совершил. Пусть Бог благословит вас. Мы благодарим вас за то, что вы посмотрели эту проповедь Джозефа Принца. Мы верим, что она принесла вам благословение. Чтобы получить более подробную информацию о церкви New Creation, зайдите на сайт, указанный у вас на экране. Также вы сможете подписаться на бесплатную ежедневную рассылку от пастора Джозефа Принца. Вы сможете каждый день получать больше сил и вдохновения, ведь благодаря этой рассылке вы узнаете, как сильно вас любит Господь. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит той церкви, которую вы посещаете.